С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Хищные звери, медведи и волки представляют реальную угрозу поголовью оленево стадо на полуострове Канин. Как решить проблему? Этот вопрос обсуждали оленеводы с главой региона в ходе рабочей встречи в Ненецкой тундре. Все ли детские оздоровительные учреждения за пределами округа, где за счет средств бюджета отдыхают юные северяне, соответствуют заявленным требованиям? Детский омбудсмен о результатах проверки. Новые автобусы и техника для содержания дорог появились в окружной столице. Глава региона и мэр Нарьин Мара побывали на презентации современной автотехники, после чего оценили объекты благоустройства городской инфраструктуры. Специальный репортаж Александра Литковой сегодня в нашей программе. О трудностях получения специализированной медицинской помощи в Нарьин Маре детям с ограниченными физическими возможностями расскажет наш корреспондент Любовь Пермякова. Трагедия в поселке Йодвоудорского района Республики Коми произошла в минувшее воскресенье. 14-летнюю девочку загрыз волк. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса в отношении местных чиновников. Их подозревают в халатности, сообщает пресс-служба ведомства. Администрации Удорского района разрешили отстрелить 10 хищников. Сезон охоты начинается лишь с 15 сентября. Сейчас в Йодве работают охотники. В Ненинском округе медведи и волки представляют серьезную угрозу для оленьих стад. Об этом шла речь на встречу губернатора с главой Канинского сельсовета, руководителем и бригадирами оленеводческого хозяйства Канин. Есть такая проблема, скажем, когда вот в весенний период, особенно, когда медведи ходят, во время отела имеется в виду. Очень много у нас выводит. Ну их стало больше, чем было, да? Очень много у нас стало. Может быть, нам есть смысл увеличить тогда количество лицензий? Ну, по 8-й бригаде это уже повторяется не первый раз. Посмотрите, может быть, нам на Канином тогда больше дать квоту на отстрел медведя, чтобы у нас был... Да-да, у нас в районе Шойны, вот во время отелинка, мы до этого какой-то год зачистили, блин. Я тогда прилетал, потом эти с невыходом мы местный поход типа задействовали. А в этом году немножко не успели, быстро растаяло. И в этом году у нас... Мне говорили, волков тоже много стало. У нас зимой, да? Восцебовано... Прям много, да, действительно? Много-много зимой. Ну, к себе поликарпы же давал несколько волков, насколько... Ну, мы же приняли там решение, да, в увеличении там, да, стоимости заголового волка так давно. Ну, это как раз было по просьбе, вот из Несипа, нам коллеги говорили о том, что это, кстати, проблема. Ну, там, знаете, такая ситуация, там мы тоже не имеем права крепко там их отстреливать, потому что там же тоже охраняемые зоны, заказники. Ну, в медицинском районе у нас. В медицинском районе у нас. В медицинском районе у нас. Глава региона пообещал оленеводам поддержку во взаимодействии с соседним регионом. Это поговорить с Архангельской области, с руководителем, о том, чтобы этот вопрос вынести вместе. Оленеводы поднимают вопрос не только об увеличении квот на добычу хищника, но и просят поддержать авиации. Отстрел волков с вертолета, на их взгляд, эффективней, но в настоящее время это запрещено законом. Впрочем, речь идет не об обычной охоте, а о защите поголовья оленей. У нас другая специфика. В большом счете эти правила описались для охотников, чтобы не было массового отстрела в средней полосе, особенно звери. Там запрещено, там, со снегохода, с вертолетом. Если у нас это в рамках какой-то программы, допустим, по зачистке, то, может быть, здесь можно как-то, я не знаю, да, Сергей Ильич, здесь тоже мы знаем. Смотрите, волка ногами в тундре не догонишь. И медведи, наверное, тоже. Я думаю, что это одно дело в лесу, там где-то его на лабазе сидеть и ждать, пока он выйдет. А здесь ты особо его не возьмешь. По итогам обсуждения проблемы отстрела хищников с оленеводами общины Канин, глава региона дал соответствующие поручения специалистам органов исполнительной власти проработать данный вопрос. Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе. Галина Гуляева рассказала губернатору о том, как отдыхают дети в оздоровительных учреждениях за пределами округа и о проведенных детским омбудсменом проверках этих учреждений на предмет создания условий для отдыха детей и качества предоставляемых услуг. И если санаторий «Дилуч» в Краснодарской Анапе, где отдыхают за счет окружных средств дети со своими родителями по путевкам мать и дитя и оздоровительный комплекс «Дружба» в Сочи, где этим летом успели отдохнуть более 200 ребят из Ненецкого округа, отвечают всем ранее заявленным требованиям, то в детском оздоровительном лагере в Ярославской области, где отдыхают 20 детей-сирот из нашего округа, выявлены серьезные нарушения. В частности, по обеспечению безопасности детей. Это безобразие. А вообще-то, честно говоря, люди, которые за это отвечают, мы обязательно узнаем, кто это. Надо, причем персонально, по именам, должны были заранее поехать и посмотреть, куда они отправляют наших детей. А не отправлять их слепую. И спасибо. Вот давайте с вами вместе этим займемся. Это очень серьезный вопрос. Глава региона попросил детского омбудсмена детально разобраться, почему было выбрано именно это учреждение для отдыха детей-сирот, с тем, чтобы в последующем ситуация не повторилась, и дети из Неницкого огруга отдыхали только в тех оздоровительных комплексах, которые отвечают всем необходимым требованиям. Также Галина Гуляева обратила внимание главы региона на одну из проблем, с которой сталкиваются семьи кочующих в тундре оленеводов. Буквально несколько дней назад детский омбудсмен побывала в стойбище Неницкой общины Емпто, где прошел главный праздник региона – День оленя. Разговаривала с оленеводами и чумработницами, которые не всегда по объективным причинам могут подтвердить вовремя свои права на социальную поддержку. Как правило, все многодетные, у всех дети. То есть они получают ряд социальных пособий. И ряд этих пособий завязан на ежегодной перерегистрации. То есть получается, что вот этот оленевод должен с 1 января по 1 апреля обязательно доехать, например, в Амдерму, заявиться в МСЦ с заявлением о том, что вот он на самом деле проживает в Ненецком округе, чтобы ему дальше начисляли вот эти вот пособия. Но мы же знаем, кто такие оленеводы. Оленеводы не всегда привязаны к пастбищам. И они привязаны к тем качелям, где они могут пройти. Получается, что часть из них просто не могут приехать в этот период и переинвестрируются. В результате социальная помощь приходит позже и только после процедуры перерегистрации. Галина Гуляева предложила свои варианты решения проблемы. Александр Цибульский, в свою очередь, обратил внимание на правовую оценку вопроса, которую необходимо обсудить с профильными специалистами. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Почта России продолжает прием посылок с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Посылки принимаются во всех отделениях почты Неницкого округа и доставляются в Иркутское отделение Красного Креста бесплатно. От сильнейшего наводнения в Иркутской области пострадали более 42 тысяч человек. Многие семьи лишились имущества и жилья. 25 человек погибли, еще 8 пропали без вести. Многие россияне откликнулись на беду жителей Иркутской области. С 5 июля Почта России бесплатно доставляет гуманитарную помощь в адрес пострадавших. Посылки принимаются и во всех отделениях почты в Неницком автономном округе. Жители округа сдают гуманитарную помощь. Порядка 15 посылок отправлено. Жители очень активно. Причем подключились и села. Села тоже отправляют гуманитарную помощь. Мы для всех открыты. Принимаем любую. С 8 до 8 работаем. В бесплатной пересылке в почтовых отделениях принимаются средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяло, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны. Отправка вещей бывших в употреблении не допускается. Адрес, по которому следует направлять почтовое отправление, вы видите на своих экранах. На посылке необходимо указать и гуманитарная помощь. Глава региона Александр Цибульский и мэр окружной столицы Олег Белак проинспектировали 15 объектов по благоустройству, на которых в данный момент ведутся работы. В этот же день в Нарьинмаре на площади Марацей презентовали два новых автобуса и технику для содержания дорог, приобретенных в лизинг. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Общественный транспорт большого класса «ЛиАЗ» был приобретен в лизинг для Нарьинмарского автотранспортного предприятия. Автобусы вмещает не менее 100 человек. Имеет складной пандус для пассажиров-колясочников и место для крепления инвалидной коляски. Новые автобусы выйдут на линию пассажирских перевозок на этой неделе. По маршрутам 411 и 413. По сравнению с предыдущими моделями, эти имеют безрамочные двери, стеклопакеты нового формата и улучшенные технические характеристики. Автоинформаторы есть, бегущая строка, светодиодные панели, которые указывают маршрут, по какому маршруту идёт. И сбоку панель, которая показывает все остановки, по которым он, по маршруту. Так, тахограф, глонас. То есть, глонас стоит для того, чтобы в мобильном приложении можно было отслеживать, где автобус находится. Уровень пола может варьироваться благодаря электронно-пневматической подвеске, что будет удобно пассажирам с самками, детскими колясками и другим инвентарём. Здесь, в боковой двери, в средней двери, есть откидная аппарель. То есть, он пол низкопольный, то есть, он сам по себе низкий пол. И плюс откидная аппарель, значит, есть кнопка вызова водителя, если инвалид. Но, в принципе, водитель сам увидит. Значит, откидная аппарель откидывается. Плюс у автобуса есть система книлинга, то есть, он на правую сторону приседает на 180 мм. Вот второй, видно, что он как бы у нас опущен. То есть, для того, чтобы легче было заходить для мам с колясками, в том числе для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. Новые лиазы выйдут на замену старых автобусов, которые стоят в резерве предприятия и по необходимости выходят на маршруты. Это не первая покупка АТП в лизинг. Обновление парка автобусов, который изношен на 80%, происходит постепенно. В будущем планируется закупать в лизинг по 2-3 автобуса в год. Также в лизинг для предприятия «Чистый город» был приобретен грейдер для чистки дорог. У нас есть старые достаточно грейдеры малого класса, да, ну, там были проблемы технические, и большие у нас есть грейдеры, но они больше подходят для прямых дорог, а это вот как раз для чистки междворовки, да, то есть у нас сейчас получается полноценно можно выставлять, что называется, колонны для чистки дворов. Улица, он достаточно маневренный, в нашей российской сборке, Тверской, РМ-механика. Ну, по крайней мере, отзывы по ним хорошие. Вот привезли его не так давно, доставили через море. Новый автогрейдер стал четвертым в автопарке учреждения. Машина стоимостью более 8 миллионов рублей имеет грейдерные и бульдозерные ножи, что расширяет спектр возможных работ. Техника будет задействована на планировке песчаных и грунтовых поверхностей, содержании дорог и междворовых проездов в зимний период. Еще одно приобретение города – автокран для укладки плит, стоимость которого – порядка 10 миллионов рублей. Ну, вот так же приобрели это уже с учетом развития чистого города, с тем, чтобы мы укладываем и мы получили большие средства с округа на приобретение дорожных плит, да, то есть чтобы мы могли ремонтировать дороги и в Мирном, и в Новом поселке, и на Октябрьской, Пионерской. Соответственно, не нанимать технику. Это достаточно универсальная машина, 25-тонный кран. До этого мы нанимали, а здесь, я так понимаю, что мы можем работать уже сможем и на сторонней организации. Это очень хорошо, потому что, конечно, вопрос с дворовыми, обустройством дворовых пространств, с плитами, с укладкой замены песка, на это больше всего поступает жало. Ну, конечно, там мамам с колясками, девушкам на каблуках невозможно. Далее Александр Цибульский и Олег Белак отправились на осмотр территории, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству. Первым объектом проверки стала территория между домом номер 29 по улице Ленина и школой номер 1. Здесь идет работа по обустройству парковочной площадки и пешеходного тротуара. Что касается обустроенного в прошлом году скейт-парка, в этом году здесь будет обустраиваться входная группа. Затем Олег Белак и Александр Цибульский осмотрели обустройство литературного сквера в районе третьей школы. Здесь работники предприятия «Чистый город» этим летом провели озеленение. Ну, в этом году у нас «Чистый город» как раз провел дополнительное озеленение. Подняли немножко здесь грунт, вот как раз трава свежая здесь. Во время объезда территорий благоустройства Александр Цибульский также осмотрел площадки, где возводятся спортивные уличные сооружения. В частности, претензии вызвало качество покрытия футбольного поля на спортплощадке в Качгарте. В моем понимании, это просто не та фракция. Там гравий должен был быть тоненький, маленький. Тогда здесь было бы нормально на гуке. А сейчас, смотри, там крупный гравий. Вот если где-то не идешь, ну, тут же правда же, ребята, покоречески идти. Для безопасности детей подрядчику рекомендовано исправить недочеты в работе. Во время посещения дворовых территорий, в частности улицы Зеленой, к Александру Цибульскому обратились жители микрорайона с просьбой засыпать большую яму на подходе к дому и выровнять спуск. В целом, как отмечают специалисты, все запланированные на этот год работы по благоустройству выполняются в срок. Я надеюсь, что мы в этом году, к осени, уже сможем констатировать действительно улучшение облика нашего города. На данном этапе все хорошо. Самое главное, чтобы те действительно важные площадки, которые мы посмотрели, которые у вас сейчас находятся в торгах, чтобы максимально быстро их отторговать. И чтобы тоже в этом году мы смогли в юбилейный для округа 90-летний рубеж отторговать. И уже, чтобы в следующем году жители могли полноценно наслаждаться на этих площадках. Там и детские площадки, и рекреационные площадки, и спортивные очень неплохие площадки. В ходе поездки глава региона проинспектировал 15 объектов. Всего на сегодняшний день в работе находятся 24 территории благоустройства. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Что может испытывать ребенок, которого зубная боль мучает не сутки, а почти 4 месяца? И это при наличии серьезного психического заболевания и нескольких сопутствующих диагнозов. Почему экстренная помощь становится долгожданной? И как малышу из Ненинского округа помогли преодолеть возникшие преграды? С подробностями Любовь Пермякова. Букет цветов Татьяна Лудникова и ее 6-летний сын Илья принесли уполномоченному по правам ребенка в знак большой благодарности. Страшно представить, что этому малышу, который и так страдает из-за диагноза аутизм, пришлось жить с острой зубной болью больше 3 месяцев. И срок мучительного ожидания мог увеличиться, если бы не помощь Галины Гуляевой. Дети как раз с инвалидностью психического плана, ну представьте, маленькому ребенку в принципе трудно объяснить, что нужно в кресле у стоматолога сидеть смирно и терпеть боль. Даже если этой боли особо нет под наркозом, все равно это неприятно сидеть. И даже ребенку здоровому достаточно трудно рассказать об этом. И для них стоматологическая вот эта боль, боль зубная, становится целая проблема. Их можно лечить только под общим наркозом. У нас в округе этой услуги не оказывают. Почему? Потому что, как мне объяснили в управлении здравоохранения, надо, чтобы вот этот кабинет стоматологический находился буквально рядом с реанимацией. Такого кабинета в Ниньском округе, к сожалению, нет. И поэтому местная стоматология обращается за помощью в Архангельск. Там ведется запись. И малыша готовы были принять, но примерно через три месяца. Каждый из нас, наверное, не понаслышке знает, что такое зубная боль, когда вытерпеть ее сутки становится невыносимо. Говорят, нет, ждать. Вы же не одни такие. Вы не одни с Наринмара. И не только даже с Наринмара, а вообще особенные детки. Вы не одни инвалиды. У нас все в очереди, поэтому ждем. Естественно, обезболивающее. У меня же тоже материнское сердце. Я же понимаю, что я не могу бесконечно. Это же посадим желудок. Уже был последний, наверное, крик в моей душе. Я уже позвонила Галини Николаевне. Процесс пошел. Вмешательство уполномоченного по правам ребенка дало свои результаты. Семью на лечение в Архангельск пригласили 12 апреля. Они начали собирать документы и сдавать анализы. 8 апреля им вновь позвонили, сказав, что у Ильи сопутствующие заболевания и зубы нужно лечить не амбулаторно, а в стационаре. Новая эпопея. Это нужно, значит, через лороделение города Архангельска. Дали мне телефон и начала звонить. Позвонила там такая врачка, Галина, не помню, Васильевна, по-моему. Она говорит, позвоните через неделю. Позвоню через неделю, позвоните через неделю. Звоню через неделю, позвоните через неделю. До конца мая мы звонили в чуть-чуть через неделю. В конце мая, мая, заметьте, ребенка заболел, зуб. В феврале, в конце февраля. В конце мая она мне говорит. Но, к сожалению, если честно, у нас нет договора со стоматологией Приорова. И мы не можем взять вашего ребенка. Вновь пришлось вмешаться уполномоченному по правам ребенка в Ниньском округе. Дату назначили на 13 июня. Мы прилетаем 12 июня в Архангельск. В 9 утра идем уже в больницу, в приемное отделение. Выходит врач и говорит, договор не заключен, прилетайте в июле. И вновь, по словам Татьяны Лудниковой, ей пришлось позвонить Галине Гуляевой. В итоге ребенку оказали такую долгожданную экстренную помощь. Вылечили 8 зубов, 2, к сожалению, не смогли спасти. Конечно, радует, что конкретному ребенку смогли все-таки помочь. Но проблема осталась нерешенной. С ней детский омбудсмен обратилась к губернатору округа Александру Цибульскому. Мы решили эту проблему по конкретному ребенку. Но когда я встречалась с мамочками особого детства, оказалось, что уже больше 15 детей готовы на такую же операцию. То есть у нас есть контингент, который мы должны все время помогать вот таким образом. Данную проблему Александр Цибульский услышал и взял ее решение на контроль. Надеемся, что скоро зубная боль окружных детей с особенностями развития не будет такой острой. Любовь Пермякова, Лениц Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.